Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня мы продолжаем знакомиться с новой серией Garden Ghouls, которая переводится на русский как Садовые Монстры или же Монстры в Саду. Я уже снимала обзоры на Триза Торнвиллу и Твайлу. Ссылки на обзоры смотрите в описании. Ну а сегодняшнее видео мне захотелось посвятить очаровательной стервозной кошечке Торолей Страйп. А перед тем, как мы начнем наше видео, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Коробка Сторолей бюджетная и миниатюрная. Спереди, по бокам, внизу и наверху взору предстает блистер. А для узнаваемости компания Мотел сделала рельефную надпись. К пластику приклеены картонки, которые представляют собой зелень с распустившимися оранжевыми цветочками с черепками Монстр Хай. С правой стороны привычная нам надпись МХ. Благодаря впадинам по бокам коробка кажется объемной. Наверху коробки есть специальная подвесочка, с помощью которой куклы свободно висят на прилавках магазинов. Возрастное ограничение куклы 6+. Если сравнивать коробку с Твайлой, то можно явно заметить идентичное оформление коробок. Разница лишь в имени персонажа и его описании. Из-за того, что у меня на руках европейская версия Торолей, то и все названия написаны на разных языках, в том числе и на русском. Данная кукла изготовлена в Индонезии, а в рамочке написано, что товар не требует ухода. Коробка немного помялась, но кукле не навредила. Кстати, очень хорошо, что блистер находится далеко от носика куклы. Эээ, так дело не пойдет. Я считаю, что за куклами, да и не только, надо ухаживать и не доводить их волосы до состояния мочалки. А если уж что вдруг произойдет, то такое страшное дело немедленно надо исправлять. Коллекция Garden Goals посвящена вечеринке в необычном саду, на которой собрались Крео Даниил, Тора и Твайла. А в саду их уже ждут три пикси, а также древесная нимфа Триза Торнвилу, которая осыпала монстряшек волшебной пыльцой. Вот почему у трех нам уже знакомых героинь выросли крылья. Внутренняя часть коробки гармонично сочетается с куклой. Создается впечатление, что мы на секунду попали в настоящий сад, даже больше похожий на лес. Так как кукла бюджетная, то подставка и расческа в набор не входят. Поэтому для обзора мне пришлось позаимствовать стойку у другой монстряшки. А вот с крыльями достаточно сложно расположить ее на эту стойку. Серия была представлена в начале 2017 года. Выпустилась кукла ребут версии с новой пухленькой пропорцией тела. Торлей Страйп впервые появилась после перезапуска бренда и уже всех порадовала своим присутствием. Для сравнения кукол в обзоре я буду использовать базовую Тору. Торлей Гарден Гулз, как и Твайла, немного пострадала, несмотря на наличие шарниров. На ручках видны облои, а в некоторых местах и вовсе пластик словно содран. А на ногах симметрично находятся впадины. Дырявая Тора. Хе-хе. Ситуация на теле такая же, как и у дочери Бугимена. Кстати, у куклы новые кисти рук, не такие кошачьи, как были раньше. Ручки жестовые и напоминают больше руки человека. Тем не менее, от этого Тора все равно остается Торой. Царапины на теле сохранились, но исчезли на внутренней части ноги. Также они стали немного темнее тоном. Наконец, вот и у Торалей Страйп появился прорисованный носик. А то обычно про него прям вот специально забывали в случае с Торалей Страйп. Скин-тон остался оранжевым. Радужка глаз стала чуть светлее, а сами глаза более крупными. Тени на веках бирюзового цвета. Под глазами интересные детали. Помимо обрамляющих коралловых теней под глазами, появились и точечки разных размеров. Похожий орнамент уже встречался нам в цирковой коллекции Freak Dushik или же Chic. Пухлые губы подчеркнуты красной помадой. Волосы рыжего цвета с зеленой гофрированной прядью сбоку, которые Мотел в последнее время использует крайне часто. Также у куколки прямая челка, подходящая к общему образу. Раньше волосы кукол казались на ощупь более натуральными. Сейчас же их структура заметно ухудшилась. И сейчас они больше напоминают дешевый синтетический парик, который вдобавок еще и колется. Несмотря на удовлетворительное качество волос, прошивка частая. В ушках едва заметна имитация под дырки для сережек. А на деле это обманка. Также видны полупрозрачные стильные очки торелей, которые сидят слегка неровно. Ну, так уж пристрелено производителем. Может, Мотел хотел сравнить торелей с мухой? Всем же известно, на что они слетаются. А то торелей участвуют в любой заварушке. Чуть что? Вот торели тут как тут. Они большие и похожи на глаза мухи с усиками. И это точная копия аксессуара старенькой пчелки из Крейт Монстр. На тело торелей надето черное платье. И если у других девчонок данной серии платье состояло из основы и пышной юбочки, то у торелей платье более элегантное и приталенное. Крепится оно на шее куклы, после чего украшено сетчатой тканью и принтом с разноцветными тропическими бабочками и царапины. По подолу платья идет красивая красная оборка. Но что самое интересное, так это настоящая сетка. Именно она добавляет ее аутфиту нотки драйва. Платье куклы держится на липучках на шее и спине. Кроме того, в спине находятся две дырочки для крыльев. А вот таким вот образом торелей превращается в феечку. Крылья веркошки очень красивые, желто-черного цвета с необычным узором. И если присмотреться, то это не что иное, как мордочка тигра. Крылья выполнены из твердого пластика. Их можно вот так вот раздвинуть, да и вообще снять с куклы. С внешней стороны обычные пустые крылышки. Загнутый хвост торелей не изменился и может двигаться лишь вверх и вниз. Он съемный и ничем не отличается от прошлых выпусков дори-бута. На ножках торелей красные туфельки с открытым носком. Тонкий и гибкий каблучок выполнен в форме скелета рыбы. Такая обувь еще не встречалась в линейке кукол Монстер Хай. И снова рыжая бестия возвращается в облике миниатюрной милой феи. На этот раз в облике фигурки Минис под коллекцией Гарден Гулз. Она упрощена и не имеет шарниров, так как размером с палец. Под ее носом кнопкой нарисован удивленный рот. А за спиной кошечки полупрозрачные оранжевые крылышки. С черным узором в виде мордочки тигра, собственно как и у куклы. Поза сидячая, а тело окрашено в красное платье без рукавов, с голубым поясом и бабочкой. Вот и еще одна монстряшка вдохнула воздух в ребуте. И для многих фанатов Монстер Хай, в том числе и для меня, таким сюрпризом стала именно желанная кошечка Торелли Страйп. Ее яркой особенностью являются красивые крылья. А в таких насекомых очках Торелли выглядит ну очень уж необычно. Коллекция кукол Гарден Гулз создана для вечеринки в саду. И они подготовились к ней капитально. Разве это не странно, что кошка стала феей? Можно предположить, что ее не сильно ждали на тусовке из-за своего бойкого и стервозного характера. Но Торелли все-таки удалось предстать перед нами в образе цветочной феи. Напишите в комментарии, нравится ли вам куколка из коллекции Гарден Гулз, и какой вы отдаете больше предпочтения, до ребута или же после. Жду ваших комментариев и лайков. Также смотрите обзор на Твайлу и Триза Торнвиллу. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, а также ставьте лайк под этим видео. Be cool and crazy! Пока-пока! Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня я хочу обрадовать вас обзором на новую куклу Монстр Хай из серии Гарден Гулз. В своем прошлом видео «Распаковка из Англии» я уже открывала этих куколок, и я устраивала опрос на кого в первую очередь снимать видео. И так как большая часть голосов была за Торелли и Страйп, то решила я сначала рассказать вам про Твайлу или Твиллу. Логика. Ну а перед тем, как мы начнем наше видео, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Итак, герой сегодняшнего обзора – дочь Бугимена. Ее я буду называть Твайла, потому что это имя мне ближе по душе и намного привычнее, нежели Твилла. Коллекция Гарден Гулз посвящена некому событию в необычном саду. На русский язык серия переводится как «Садовые монстры». Коллекция очень уж масштабная и была представлена на выставке Toy Fair в США в начале 2017 года. Официальный Монстр Хай канал в мае заливал рекламный стоп-моушен. Но что интересно, единственный персонаж серии Гарден Гулз, задействованный в мульте, так это Триза Торнвиллу, которая демонстрирует нам свои уникальные суперспособности. Кстати, подобная садово-растительная коллекция уже появлялась в линейке кукол Монстр Хай. И раньше она называлась Gloom and Bloom. Однако здесь мы видим героинь ребут-версии. Теперь рассмотрим коробку с Твайлой. Формой она напоминает новые упаковки с куклами коллекции First Day at School. Основная часть коробки составляет пластик, благодаря которому можно рассмотреть куклу со всех сторон. С правого бока можно увидеть интересную деталь серии. Рельефная надпись «Монстр Хай» на коробке. Бокс в ярких, зеленых и оранжевых тонах. Распустившиеся цветочки, паучки и зелень не дают забыть об уходящем, к сожалению, лете.